привет привет всем привет сейчас я представлять какую штуку обнаружила что можно попробовать прямо из комнаты писатель только не знаю откуда потом записи вытаскивать сейчас попробуем новую штуку спасибо не такая нет они то я просто хочу попробовать не интересно даже не знаю не нашла откуда вытаскивать записи даже интересно выжить и так ребят у нас сегодня начинаем до народу мало но я думаю все сегодня заняты конференциями кому конференции и кому интересно конечно же посмотрят записи цели и планирование постановка цели очень важная вещь потому как бизнес без цели он похож на блуждание по лесу без знания местности да если вы не знаете чего вы хотите то соответственно идти вы будете иду туда не знаю куда делаю то не знаю что и так прежде чем приступить к работе собственно да к рекрутингу обязательно пройдите обучение да вводное обучение чтобы понимать суть бизнеса и для себя определитесь для чего я пришел в проект да какая у меня цель чего я хочу в конечном итоге добиться чего хочу достичь результате после этой деятельности зачем свой бизнес кому-то да есть такие люди которые не умеют работать самостоятельно до которые не сумеют разбудить себе лидера хотя хотя лидеров себе разбудить можно если есть конкретно поставленная цель было бы желание из естественно все получится и наши мечты то есть нужно во первых не знаю по себе нужно учиться мечтать нужно учиться мечтать в помощь вам фильм секрет и другие мотивационные видео научиться мечтать но мечты останутся мечтами до тех пор пока вы не пропишите эти мечты не про не превратите их свои цели и есть такие вот один из ключей к истинной цели да их на самом деле больше но я вот почему-то именно вот эти моменты выделила я когда изучала литературу по этой теме в конце у меня есть скажем так список использованной литературы и вот такие вот ключевые моменты я выделила думайте письменно цель которой нет на бумаге она не существует это вот то что о чем я сказала да нужно обязательно прописать свою цель и и нужно цель задавать определенно отвечаем какие вопросы что я хочу где я хочу когда хочу и как я этого хочу но на самом деле вот тут я немножко не соглашусь потому что вопрос как можно не задавать да то есть вселенная определить сама каким образом ваша цель будет достигнута главное чтобы она была истинной целью да истинным вашим желанием без да может нет там ну без такие без почему детские желания вот замечали что детские желания они осуществляются быстрее то есть если ребенок чего-то хочет чаще всего детские мечты сбываются потому что дети думают без ограничений они не ограничивают себя что я вот хочу машинку ну а вдруг не родители не купят вот чем меньше ребенок чем меньше вот этих ограничивающих убеждений в голове тем быстрее его желания исполняются это нам кажется мелочью да то есть кто такое машинка там ну пусть 100 тысяч рублей не важно да нам кажется это мелочью для ребенка на тот момент когда он хочет эту машинку она такая же недостижимая как для нас как говорится поездка на мальдивы на бали иной раз а дети думают они вот не думают о том что а если а вдруг разрешат не разрешат и поэтому вот когда они говорят я хочу вот эти хочушки быстрее исполняются ограничьте цель во времени да то есть цель без времени это просто мечта нужно определиться в какой период времени вы хотите исполнение этого желания и цель как говорят должна быть экологичной должна быть и экологичной она не должна вредить скажем так окружающим да то есть мы мыслим позитивно и мы не как правильно выразиться то не нужно думать о том что кому-то там не должна быть ваша цель никому навредить чтобы она была экологичной и она приносила пользу скажем так обществу вселенной да никому не вредила как минимум формулируем цель в утвердительной форме то есть там в 2020 году я там покупаю такую-то машину такого-то цвета такой-то марки такой-то такой-то обязательно виза визуализируйте картинку то есть четко представьте если вы хотите дом мысленно пройдитесь по этому дому какие комнаты какие шторочки какие там уголочки что в этом доме будет я вот кстати про этот момент сейчас быстренько расскажу вот я когда сюда пришла в проект да у меня были такие вот первые две цели я очень хотела машину поменять и я очень хотела дом купить и когда я хотела покупка дома когда мы к этому пришли я себе прям прописывать у меня каждое утро начиналось десяти целей и я прописывала какой я дом хочу сколько комнат то есть не скажу что прям я там за занавесок я не прописывала но я прописывала достаточно такие вот какие-то подробности сколько комнат сколько квадратов гардеробная и так далее и тому подобное сейчас быстренько чтобы не это не затягивать вебинар и что происходит то есть мы естественно ежедневно мы смотрели эти объявления мы и съездили мы смотрели и тут значит в очередной день сидим я читаю описание к объявлению и уже вечер на дворе где-то 8 вечера я сижу извиняюсь за его выражение офигеваю и говорю мужу слушай звони поэтому телефон если разрешают посмотреть поехали вот прям сейчас он мне смотрит как на приправе ты чё вечер уже мы сегодня я люблю потом все объясню по дороге звони если разрешат ну если можно давай сразу поедем он так ладно хорошо и нам хозяин разрешает то что да давайте я на месте приезжайте и просто почему потому что там описание было то что я себе прописала мне было если честно вот такие вот глаза но что я хочу сказать я мысленно не прошлась по этому дому да когда я его описывала мы пришли смотреть это дом да все какие комнаты я хочу там какие гардеробные сколько там чего ну как бы он немножко как на катакомбы был похож я его себе расписывала но не визуализировала но вопрос другом да то есть что вот он пожалуйста вот ты хотела ты вот так описывала с теми подробностями которые я описывала был вот такой дом говорю я честно я была в шоке но он оказался сильно большим я поняла что когда я буду оставаться с детьми вдвоем будем по этим катакомбам бродить и ничего хорошего не будет вот то есть поняли о чем я то есть визуализируйте и мысленно вот представляйте эту картинку я описывал но картинку если честно не представляла как это будет все выглядеть и вот получилось то что получилось то есть мы этот дом не купили мы купили совершенно другой дом в итоге да то есть моя первая цель была очень быстро достигнута машину поменяли и буквально через два года была достигнута вторая цель мы дом купили вот он пожалуйста за моей спиной верни ну за моей спиной стены этого дома возьмите на себя ответственность за свои действия на пути к цели то есть не прописывайте о том что там вот там мне кто-то что-то сделает мне там упадет с неба миллион мне там подарят там кто-то что-то не нужно то есть возьмите на себя ответственность я хочу я могу я делаю а там же вселенная решит каким наилучшим образом благоприятным исходом для всех участников событий ваша цель будет достигнута промежуточные результаты то есть если мы определяем глобальную цель какую-то свою то нам нужно распределить этапы достижения если это сильно большая цель да то есть допустим для того чтобы ну к примеру я хочу тоже одна из мечт моих это купить дом за границей и он соответственно не состоит из под целей то есть он состоит вот каких-то периодов каких-то кусочков цели то есть нужно вот эти шаги тоже для себя прописать расписать ну это к примеру да то есть это другой немножко вопрос и думайте да то есть еще раз повторюсь думайте о цели а не о средствах ее осуществления конечный путь за да задали и пожалуйста идите к ней создаем образ визуализируем тот момент когда мы уже достигли поставленной цели какие мы эмоции испытываем как мы выглядим в этот момент то есть я такая вся красивая воздушная летящей походкой я вышла из мая я иду по берегу моря вот то есть представлять как это будет выглядеть в конечном результате и ведем себя так что успех нам гарантирован без вот этих ограничений и сомнений не буду сильно долго останавливаться на карте мечты карты желания то есть это вот ваша визуализация чтобы как сказать чтобы исполнялись наши мечты и наши цели есть один маленький нюанс баланс должен быть во всем колесе жизни то есть нашей жизни мы играем различные роли дома я мама да то есть у меня в колесе жизни там я мама я жена работа там ну то есть вот во всех сферах должен быть баланс не должна страдать ни одна из сфер везде должен быть баланс везде должна быть гармония уже тоже не буду глубоко вдаваться конечно я этот момент испытал на себе когда идет где-то дисбаланс ну скажем так не то чтобы все рушится но примерно вот как-то так то есть должен быть баланс во всем то есть как объясняется с точки зрения фэн-шуя с точки зрения вот вселенной да фильм секрет как объясняется действие карты желания то есть наши мысли вселенная не различает наше текущее вот происходящее то что в нашей голове то есть то что происходит это то что мы видим то что мы видим то что мы про с нами происходит то что мы анализируем точно так же с нашими мечтами и целями Это то, что в нашей голове. И для Вселенной, собственно, без разницы. Только вы об этом мечтаете, думаете или это уже сбылось. И когда вы формулируете вот эти свои желания, вот эти вот сигналы, посылы отправляются, и, соответственно, Вселенная реагирует и помогает в их осуществлении. И если видеть перед собой вот эту картинку, карту мечты, этот образ входит в подсознание и не осознавая мы, то есть это не говорит о том, что я буду лежать там и все это с неба на меня упадет. Нет. То есть когда мы видим вот эти картинки, когда мы видим наши поставленные цели, мы начинаем предпринимать все больше шагов в этом направлении. Рождаются какие-то в голове идеи, приходят люди в команду. То есть мы же рекрутируем, и на наши мечты, на наши цели приходят те люди, которые нам нужны. Люди, с которыми мы дальше будем идти к осуществлению наших целей. Приходят люди, приходят какие-то идеи, какие-то действия, и начинает вот это вот, как сказать, раскачка этой машины, начинает вот это все работать. Не получается сделать карту мечты, ну хотя бы создайте на компьютере папку какую-то, да, и туда складывайте картинки, которые соответствуют вашим целям, визуализации вашей цели. Тема это отдельного, естественно, вебинара, да, то есть тут я не буду углубляться, иначе мы три часа тут с вами просидим. Самая ответственная часть работы – это выбор картинок и заполнение секторов. Подходящие картинки можно журналы в интернете, пожалуйста, распечатать и при этом соблюдать несколько правил. То есть первое правило – картинки должны максимально точно отображать ваши мечты. Если вы хотите двухэтажный дом, на картинке, соответственно, должен быть двухэтажный дом, а не там какое-то непонятное строение. Позитивные картинки, которые несут в себе добро. Это очень важно, вот этот вот баланс добра, то есть в нашем мире достаточно, да, вполне достаточно, он создается не нами. Если мы хотим, чтобы все было положительно, соответственно, наши картинки тоже, наша визуализация тоже должна быть позитивной и положительной. Изображения, соответственно, должны нравиться, да, то есть при взгляде на них должна возникать вот приятные чувства, эмоции, что вот она моя цель, вот она мечта. Да, не то, что, ой, я там себе скачала картинку машины, но вот на картинке она зеленого цвета, а я на самом деле хочу синего цвета. То есть, ну вот, максимальное соответствие, максимально положительные эмоции. Не пытайтесь, вот именно когда уже составляете эту карту желания, не пытайтесь одновременно заполнить все сектора. Последовательно заполняем зону богатства, значит заполняем именно эту зону богатства. На остальное не отвлекаемся. Видите, даже если другую какую-то подходящую картинку для другого сектора, нет. Сначала вот каждый сектор потихонечку, потихонечку мы заполняем. Если кто-то умеет рисовать, это вообще идеально, то есть такая визуализация будет еще лучше работать. Умейте рисовать, пожалуйста, рисуйте. Соответственно, то есть желания должны быть точными и конкретными, особенно если вы их пишете на карте, прописываете именно, да, и старайтесь указывать сроки желания там, где это вот возможно. И картинками должны быть заполнены все сектора. То есть, повторюсь, в жизни, в колесе жизни должен быть баланс. Если где-то идет перекос, то будет забираться оттуда, откуда не додается, где вы не додаете. Если вы понимаете о теме. Итак, как соотнести, то есть вот эта тема, карта желаний, фильм-секрет, это, этой мотивации достаточно на ютубе. Учитесь, пожалуйста, самостоятельно искать информацию. Да, где-то услышали, что-то услышали. Учитесь самостоятельно искать то, чего не хватает, да, какой-то информации не хватает. Итак, как соотнести наши желания с нашим бизнесом? Первое, что мы делаем, мы прописали все наши цели, наши желания. Эти цели мы прописываем в том числе в денежном выражении. То есть, я точно знаю, что я хочу машину за миллион. Соответственно, я прописываю миллион. Если это срок достижения год, соответственно, я себе где-то по метку делаю, что это 12 месяцев. Желательно вот эти потребности перевести, их что-то, сразу можно записать месяц, да, что-то, можно записать какая-то годовая цель и разделить ее, соответственно, на 12 месяцев. То есть, у нас должен быть в итоге цена одного месяца, грубо говоря. Вносим в статьи расходов все, которые уже не только наши цели, наши желания, а те, которые есть текущие. Есть у нас обязательные постоянные расходы. Это коммунальные платежи, у кого-то это школа, у кого-то это сад, там, не знаю, то есть те суммы, которые ежемесячно гарантированно тратите, обязательно сюда тоже пишите. Питание, там, отдых, все-все-все записано. Если питание у вас сейчас уходит, там, 10 тысяч, но вы понимаете, что категорически мало этих 10 тысяч вам на семью, пишите ту цифру, которая будет вам комфортна. То есть, если вы понимаете, что вы не додаете себе и, там, детям своей семье какой-то, вот, ну, грубо говоря, в том же питании, обязательно пропишите ту цифру, которая будет, как правильно сказать-то, полезна вам, ну, нужная вам цифра. Цель, желание, еще раз повторюсь, хотите купить дом, вот у вас есть определенные сроки, то есть за год, там, если это ипотека, ну, к примеру, чтобы понятно было, если это ипотека, то есть в течение, вот, год, срок я хочу на первоначальный взнос собирать, собрать, там, полмиллиона, полмиллиона делим на 12 месяцев и в статью ежемесячных расходов мы, соответственно, эту сумму вносим. И так далее. Сначала записали статьи расходов, которые уже есть, затем записали материальное выражение ваших желаний, которые вы хотите исполнить в ближайшее время, год-два, чтобы проще было считать, да. Считаем, рассчитываем, смотрим. То есть, посчитали, все это суммировали, просчитали, что все это учли, да, я считала вплоть там до того, что там непредвиденные какие-то расходы, я их тоже включала. Не знаю, как это работает, но работает. Если у меня и стоит сумма расходов, плана расходов на месяц 120-130 тысяч, у меня будут эти 120-130 тысяч. Откуда берутся, не знаю, но они, то есть, ну, грубо говоря, да, то есть оно соответствует. Где-то перекос, где-то меньше потрачено, где-то больше потрачено, вот примерно всегда у меня вот эта итоговая сумма, она примерно всегда совпадает. Я не знаю, как это работает, но оно работает, ну, вернее, знаю, как это работает, то есть, вот они наши посылы во всея, но мне нужно столько, эта вселенная мне столько дает. Я могу их потратить где-то между статьями, эти перекосы, соответственно, может быть. Дальше что мы делаем? Мы посчитали тот уровень дохода, который нам нужен в месяц для исполнения наших вот желаний на ближайший год-два. Так проще просто считать. Если вы хотите через 10 лет купить там дом у моря, ну, я честно скажу, очень сомневаюсь, что среди нас найдется большое количество людей, которые начнут с сегодняшнего дня по 100 рублей откладывать на покупку этого дома через 10 лет. Можно, конечно, это внести, если вы действительно это будете делать. То есть, я себе там в план прописала, что мне надо открыть три копилочки, одна копилочка таких на хотелочки, которые у меня вдруг возникают. И вот, например, вот мне горит, к Новому году я хочу робот-пылесос купить, да. И, то есть, одна там копилка на хотелки, вторая копилка там на ремонт, на ремонтные работы дома, третья, не помню, если честно, что-то на третье. А, на отдых. И третья копилочка на отдых. Вот, то есть, тоже, если вы это все делаете, тоже, то есть, вот эта статья в копилку, я тоже ее учитываю. Находим тот уровень, который нам нужен, да, то есть, я хочу доход там 150 тысяч в месяц. Я примерно нахожу этот уровень дохода, это сапфировый директор, к примеру. Там 100 тысяч старше золотой директор. И что мы делаем дальше? А дальше, ребят, идет простая отработка статистики. Идет дальше. Я очень люблю цифры, я старательно все перевожу в цифры. Для кого-то это, может, не работает, но цифры, вещь, статистика, вещь упрямая. Анна Анатольевна, находим на лестнице успеха, 375 тысяч в месяц, это у нас какое звание, сейчас перелеснем. Это в дважды бриллиантовый директор. В путь. В дважды бриллиантовый директор это 10-22% веточки. Я думаю, вы это знаете лучше меня. И считаем, то есть, мою статистику примерную, вы, пожалуйста, переведите на себя. Пример, да, 100 тысяч рублей, это старший золотой директор, то есть, что такое старший золотой директор, это 3 директорские веточки у вас. Три команды. Чтобы за год-полтора стать старшим золотым директором, вам нужно 3 регистрации в день. Причем год-полтора, это грубо. Люди за полгода достигают звания, за год исполнительных директоров открывают. Поэтому, возможно, все, если смог один, смогут и другие. А если никто еще до вас не смог, вы будете первым. Три регистрации в день, чтобы хорошо, спокойно вести все эти, три своих веточки. И дальше идет отработка статистики, соответственно, с выбранным методом. Рекрутинг наш, да, по большому счету делится на две крупные части. Это теплый рынок и холодный рынок. Статистика разная на теплом, на холодном. Пример, да, на теплом рынке из трех бесед у вас будет одна регистрация. Ребята, у вас, может быть, не придирайтесь, пожалуйста, потом к моей статистике, да, у вас, может быть, она своя. У каждого из нас эта статистика своя на разных этапах нашего развития. Это примерно. Примерно то вот, то есть, средняя. Знаете, что такое средняя статистическая? Вот, пожалуйста. То есть, это средняя статистика вот работы в интернете. И работы в интернете, и на теплом, и на холодном рынке. Это из опыта людей, которые тут уже, скажем так, давно. Примерно вот такая статистика. Из теплого рынка из трех бесед у вас будет одна регистрация. Из десяти зарегистрированных теплых два-три будет ключевых партнера. И человека три будет потребителя, и остальные тоже сольются. Точно так же, как на холодном рынке. На рынке на теплом нету стопроцентной гарантии, что человек останется с вами. Ну, тут же опять вопрос, как вы с ним проработаете. Но, как ни крути, чтобы зарегистрировать пятьдесят ключевых партнеров, нужно провести около трехсот-пятисот бесед. На теплом рынке этих пятидесяти ключевых партнеров с лихвой хватит на три ветки, а на холодном рынке статистика другая. Если вы не умеете утепляться с людьми незнакомыми, это еще сложнее. Ну, как? То есть нужно этому учиться. Не хочу никого пугать, этому нужно учиться. Холодный рынок, да? То есть те люди, которых мы первый раз в жизни видим в интернете. Пятьдесят откликнулись, три перешли к разговору, один-три зарегистрировались, из десяти зарегистрированных один активировался, из ста активировавшихся, десять включит, а из десяти включившихся пять ключевых, пять потребителей. Из пяти потребителей, из пяти ключевых тоже потом кто-то отсеется. Итого, для тридцати ключевых это порядка трех тысяч диалогов по холодному рынку. Не хочу никого пугать. Утро я вам оговорила о том, что сетевой бизнес – это бизнес больших цифр. Это бизнес больших доходов, больших цифр не только в доходах, но и в большом количестве действий. И вот этот самый секретный ингредиент, секретный ингредиент супа нашего – это в том, что большое количество действий. Нужно делать каждый день, каждый, каждый, каждый день. И у каждого метода есть своя отдельная статистика. Чтобы в ВКонтакте, например, провести регистрацию, нужно отправить триста первых сообщений. Чтобы с ТОСОК пришли те самые пятьдесят откликов, нужно каждый день обновлять и размещать как минимум тысячу объявлений. Дальше смотрим, сколько времени занимает тот или иной вариант рекрутинга. Не меньше трех часов в день, не меньше, если хотите реальный результат за реальное время. Но каждый день, даже если вы час тратите, пожалуйста, каждый день. Это очень важно. Потому что не бывает так, что сегодня поработали, завтра не поработали, и будет волшебство. Не будет волшебства. Если за вас работает команда, не забывайте, что вам нужно будет еще вести свои веточки, другие. То есть, ну, таких фортовых я как бы не знаю, что пришел человек, двух зарегистрировал, и эти два, оказывается, две разные веточки, два ключевых партнера, и им вдруг повезло. Хотя нет, знаю. Но это, наверное, единичные случаи. Но, опять же, там было не два человека зарегистрированных. Да, то есть, ну, бывает, что везет, но это как бы такие исключительные больше случаи, но при этом, если вы не перестали с ними работать. Все втроем троих зарегистрировали, три ключевых, и с ними поперли выполнять статистику. Причем, что хочу сказать про статистику холодного рынка, что один из десяти активируется, и из ста активируешься, десять включатся. Это статистика. Я вам хочу сказать, как человек, который всю жизнь с цифрами работает, она может сработать не на первой сотне. Вот честно вам скажу, она может сработать не на первой сотне. На первой сотне у вас может быть не десять, а один. На второй, третьей сотне это сработает. Я для себя вот когда, не знаю почему, я такую статистику вывела, что вот когда я вижу тысячу человек в команде, это гарантированно директорская структура. И так оно и было. То есть тысяча человек в команде, в информационном листке. Тысяча человек, то есть это те, кто пришли, активировались, не активировались и так далее. Тысяча человек – это директорская структура. Ну вот почему-то у меня, и она у меня, эта статистика сработала. Сработала плюс-минус, там чуть-чуть совсем. Почему-то я была в этом, как-то я не помню как, я как-то это вот считала для себя, высчитывала, и вот у меня именно так и получилось. Дальше. На уровне директора у вас будет примерно порядка 30, ну даже не 30, вот старший золотой – это примерно 30 партнеров, которые выполняют все три правила бизнеса. 150 баллов, ежедневный рекрутинг, один вебинар к просмотру. И причем эти 30 могут быть непостоянными. Меняется состав людей, с которыми вы открываете звание директора, и которым вы закрываете звание директора. И это нормально. Но важно своих ключиков всех знать, чтобы в какой-то момент постучаться и спросить, а что произошло, ты где у меня родная потерялась. Этот человек должен вас видеть. Чтобы этот человек вас видел, вы, если вы чувствуете все лидеры, если вы хотите быть лидером, если вы хотите быть директором, нужно сначала этим директором стать в голове. Научиться работать с командой, научиться работать с людьми. И за лидером пойдут люди. Проводите вебинары, проводите планерки. Стесняетесь там в вебинарной комнате проводить на большое количество людей? Пожалуйста, проводите исключительно свою команду. Даже если к вам пришли два человека на вебинар, это уже результат. Я вот, например, понимаю, что команда экспресски одна огромная, она огромная, да, и всего 23 человека на вебинары. Верите, нет, меня это вообще нисколько не напрягает. Пришло бы трое, я бы для троих рассказывала. Потому что я знаю, что моя команда ждет меня, ждет моих вебинаров. И я буду их проводить, чего и вам советую. Кто-то уходит, кто-то приходит, приходят новые люди, уходят старые. Это нормально. Кто-то запись посмотрит, кому-то до фени, ну, ради бога. То есть еще вопрос такой в обучении, да, что невозможно быть красивой для всех. Красивой и хорошей для всех. Кого-то, может, мой голос раздражает. Увидели, что я в спикерах, я сказал, ой, не, на эту женщину я не пойду смотреть и слушать. Всякое бывает, и я не против, ради бога. Пусть так будет. И что очень важно, да, то есть не нужно себя ни с кем сравнивать. Чем хороши вот наши проведения стилей жизни, да? Мы видим что-то похожее, нам откликается, и мы так, вот это, я же вот примерно что-то похожее, у меня что-то так же, значит, и я смогу. Но сравнивать себя, вот, ага, вот у нас там, вот у нас, например, с Аней Черной день рождения в один день, но при этом Аня уже исполнительная, а я еще всего лишь директор. Я не буду от этого страдать, я только порадуюсь, да, что, вау, классно, есть какая-то схожесть. Я не сравниваю себя с Аней, потому что Аня это Аня, а я это я. Аня тоже бухгалтер, я тоже бухгалтер, но, как бы, честно скажу, это ни о чем не говорит. Это просто откликается в душе похожесть. И вот, как бы, вот это вот греет душу тем, что, ага, вот такой человек смог. Я считала сначала, что те, кто вот такие вот сухарицы, циферные люди, как я, они там вот, да ну, не получится, как это так. Потом поняла, что такие люди быстрее лучше разбираются, развиваются в цифрах, понимают у них лучше понимание бизнеса. Пусть у меня оно немножко сухое понимание этого бизнеса, да, то есть, я не могу дать много мотивации. От кого-то, наоборот, исходит энергия этой мотивации, но я могу посчитать все, что мне, посчитать и просчитать, что мне нужно делать, грубо говоря. Верить в себя и о том, что вот я хочу, я могу, я делаю. У меня все получается, я намерена вот показать миру свои намерения. У меня еще не все, вы не думайте. Дальше. Очень важно, чтобы был порядок, как минимум в двух местах, в голове и на рабочем месте. Прежде чем сесть работать, вы должны четко знать, где у вас на столе блокнот, где у вас на столе ручка, где у вас на столе какие-то записи. У меня, я не выкидываю, я боюсь их выкидывать. Ну, не то, чтобы боюсь, а вдруг пригодится. Я для себя распечатывала какие-то собеседования, какие-то картинки распечатывала. Я их не выкидываю, я знаю, где они у меня лежат, я знаю, что их могу. То есть, вот у меня вот здесь мои подсказки-помощники. Мне проще, когда на бумаге, вот оно рядом со мной лежит, да. Ну, мне так проще. Кому-то можно это в закладках. В закладках в интернете, в браузер открывала. У меня там первое время там, у меня сейчас их вот 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 22, 25 у меня вкладок открыто. Было еще больше начальных этапов. Какие-то помогаторы были, какие-то работы с возражениями было. Что-то все время было открыто, к чему я могла сразу же. Тыкс, я знаю, где это у меня. Ткнула, посмотрела. Вот она, моя подсказка. Этот порядок, он, как сказать, помогает в работе. Он помогает в работе, этот порядок. Девочки, 3 секунды, сейчас отвечу, девочки, мальчики. Нет, не отвечу. Сейчас. Анечка, я вебинар провожу. Хорошо, полчаса еще будет. Ты одержишь еще? Да. Да. Так, извиняюсь, лирическое отступление. Да, то есть, вот этот порядок помогает очень быстро дотянуться до тех вещей, до тех моментов, которые нам нужны. То есть, если у меня вдруг неожиданно там, я потеряла текст какой-то беседы, я точно знаю, где ее можно взять. Это скорость к работе, скажем так. Я знаю, что есть такое понятие, как художественный беспорядок. Я сама всегда считала себя там, ну, как, не то чтобы личностью творчества, я художник, я так вижу, у меня бардак на столе, ничего подобного. Научилась, привыкла, у меня было 380 всяких блокнотов, бумажек, записок. Это дает преимущество в работе. Время. Самый ценный ресурс – это время. Это мы экономим свое время, которое мы высвобождаем. Нельзя сидеть, если есть семья, там есть какие-то еще дела. Вредно для семьи сидеть круглые сутки за компьютером. Нужно вот этот баланс уже соблюдать. Работать – это хорошо, достигать результата быстро – это хорошо, но можно выдохнуться на каком-то моменте, и можно потерять там, где не ждешь. Я думаю, все из нас, из вас знакомы с понятием тайм-менеджмент. Это способность эффективно контролировать и управлять своим личным временем, которая заключается в том, чтобы уметь отсортировать важные первостепенные дела от не очень важных и спешных дел. То есть умение расставить приоритеты, это еще называется. Нужно меньше суеты в жизни, потому что суета, она крадет время. А время – это самый ценный ресурс, который не возвращается. И мы время вкладываем в наш бизнес, самый ценный ресурс мы вкладываем в этот бизнес, который нам принесет результаты в будущем. Нужно уметь организовать свою жизнь, свои действия на основе приоритетов. Первый уровень, начинаем с малого. Записки, памятки. У меня был компьютер тоже обклеен вот этими маленькими стикерами, что мне нужно сделать. Это касаемо было всей моей жизни, потому что я боялась что-то забыть. У меня вот эти стикеры были по всему, так, такое-то число, у меня то-то, у меня там отчеты, у меня тут надо позвонить тому-то. Я вот это все клеила, писала, у меня было, говорю, не знаю, какое количество блокнотов, штук 10, там, этот у меня для этого, это для этого, это для этого. Ну, все равно. Это тоже уже хорошо, когда мы начинаем записывать, когда мы начинаем себе памятки, чтобы не было такого, ё-моё, у меня завтра вебинары и слайды не приготовил, к примеру. Второй уровень, когда мы учимся уже отмечать на календаре какие-то даты, вести ежедневники, желательно не 10, а ну хотя бы 2. Да, один красивый, где мы записываем наши цели, желания, второй у нас ежедневник с нашим расписанием, что нам нужно, когда сделать, и третий ежедневник, куда мы записываем какие-то важные моменты по нашему бизнесу. Три, как бы, вот, ну да, вполне себе, но это моё мнение, опять же. И третий уровень, это расстановка приоритетов, прояснение ценностей, сравнение на этой основе относительно значимости различных дел. То есть умение расставить приоритеты даже в течение дня, какие дела нам есть, конечно, там, сходить в поликлинику к 11.30, тут никуда не денешься. Но опять же, когда мы берём талон в поликлинику, мы можем для себя это время выбрать, правильно? Мы можем выбрать это время. Если, допустим, знаю, что у меня большая часть команды живёт по московскому, грубо говоря, времени, все свои личные дела у меня будут на первую половину дня. Зато вторая половина дня у меня свободна, ну как от домашних дел, допустим. То есть я сделала все важные дела, домашние я сделала с утра. Потому что знаю, что во второй половине дня я буду общаться с партнёрами, в течение дня, естественно, я тоже это делаю, там где-то заглянула в Телеграм, где-то ватсап и так далее и тому подобное. Понимаете о чём? Вот, то есть умение расставить вот эти приоритеты. И четвёртый, скажем так, высший уровень тайм-менеджмента – это понимание того, что мы должны управлять не временем, мы не можем временем управлять. У каждого 24 часа в сутки. Это умение управлять самим собой. Умение себя дисциплинировать. Это очень важно. И матрица управления временем, грубо говоря, матрица управления собой, она делится на 4 квадрата. То есть важные и срочные дела, срочные и неважные, несрочные и важные, несрочные и неважные. И вот этот 4 квадрат, где несрочные и неважные дела, его вообще желательно минимизировать. Что в первом квадрате? То есть первый квадрат необходимости – это какие-то критические ситуации. Это ситуации критические, именно экстремальные, горящие, неотложные какие-то, непредвиденные. Тут так называемый форс-мажор, когда это важно и срочно, когда вот оно произошло и нужно бежать делать. Но это не обязательно, когда, не знаю, там, ребенок брякнул со стабуретки, нужно бежать им нос вытирать. Мы сами порой себя загоняем вот этот квадрат, этой важности и срочности. Когда мы оттягиваем сроки выполнения каких-то задач, начинаем делать все это в последний момент. Этот квадрат тоже можно минимизировать. Форс-мажор вы, конечно, никуда не делаете, не денете. И когда планируете свой день, вот 20% времени оставляйте на форс-мажор. Я говорю, жизнь – штука интересная, сложная, может произойти что угодно. Пришла соседка, отняла 20 минут моего времени, которое собиралась там потратить, не знаю, на порядок, беспорядок, готовку или еще что-то на рекруте. Я его не учла, и я все, у меня, как говорится, все пошло по одному месту. Второй квадрат – это квадрат выдающейся эффективности. Это как раз тот квадрат, к которому нужно стремиться. Это важные, но не срочные дела. То есть, когда у нас все четко расписано по времени, когда у нас нет горящих сроков, когда мы спокойно готовимся к сдаче своих отчетов, когда мы спокойно каталог начинаем закрывать не в последний день, а в первый день. Что значит закрывать каталог не в последний день, а в первый день? Это значит, что мы эффективно работаем с самого начала. Не бежим, как ужаленный, «Е-мое, у меня там не хватает до выполнения моих планов, нужно срочно что-то делать». Вот стремиться в этот квадрат именно, чтобы все было упорядочено и спокойно. Кто-то, я сама так говорю, «Ой, мне вот проще в режиме вот этого цейнота работать». Это приводит к угоранию. Это приводит, да, можно год так отпахать, можно полтора года отпахать, а потом вот так вот лечь звездочкой на кроватке и сказать, «Я больше ничего не могу, я выдохлась». То есть, это влечет к стрессу, если не научиться вот работать в режиме нон-стоп, это приводит к стрессу, стресс приводит к раннему старению, к болению всех костей, нежеланию ничего делать. Третий квадрат – отвлечение. То есть, от первого, если квадрата, мы никуда не денемся в какие-то моменты. Ко второму мы стремимся. А вот третий и четвертый желательно исключать. Первый – минимизировать, третий, четвертый – исключать. Третий квадрат – это отвлечение. Срочные, но неважные дела. Это какие-то неоправданные, когда, знаете, бывают такие моменты, я думаю, каждый с этим сталкивался. Нужно позвонить партнеру. Я звонить не люблю. И начинается, ой, я у меня там, я же кофе хотела попить, ой, я же там хотела там подмести и так далее и тому подобное. Мы начинаем сами себе придумывать какие-то несуществующие задачи или задачи, которые вот у меня там дальше по времени… Они есть во моем рабочем дне, но я максимально там где-то, ой, там, в носу поковыряться, там, накраситься и так далее и тому подобное. С утра краситься, чтобы на работу как на праздник. Вот, то есть это какие-то незначительные проблемы других. Вот вещь скажу одну, которая может не понравиться кому-то. Я ее говорю постоянно. Учитесь говорить «нет». Потому что кто везет, на том и едут. Когда вы тысячу раз согласились и в тысячу первую отказали, вы будете врагом народа. Отказывать нужно учиться. Учиться говорить «нет». Говорить-то культурно, говорить это, как сказать, оправданно, да, там, сегодня я не могу. То есть не бросать у нас… Есть у нас такое, во многих из нас. Кто-то просит срочно что-то делать, у меня у самой там миллион дел, а я не могу отказать человеку. Я все бросаю, пошла помогать. К чему это приведет? К тому, что у меня мои дела из квадрата два, выдающиеся эффективности, резко перемещаются в квадрат. Но зато я хорошая, я всем помогла. Учитесь культурно говорить «нет». Учитесь, это очень важно. Я не говорю, что надо всех послать. Нет, ни в коем случае. Но не нужно действовать в ущерб себе. Учитесь любить себя. Учитесь в свое время экономить свои силы и свои нервы. Начинаем отвлекаться там, кому… там, касаемо даже нашего бизнеса. Попросил партнера, ой, я не могу там что-то сделать, что-то настроить. И что получается? Ой, мне же проще, ой, давай там, это я за тебя сделаю. А зачем? Человек никогда не научится, если вы будете за него все делать. Во-первых, он никогда не научится. Во-вторых, он скажет, ой, так, Наташка, она же за нас все сделает, за меня все сделает. Что я буду дергаться, да? И потом вот это, опять же, это приводит к вот этому выгоранию. Я тяну там на себе все. Уметь делегировать, уметь доверять своим партнерам. Поздравления сделать, да, в чате поздравлялки эти сделают. Напомнить о вебинарах, да, то есть напоминание о том, что вебинары будут. Но не обязательно это должна я делать, да. То есть у меня девчонки перед началом вебинара раскидали за… Это хорошо, это здорово, спасибо им огромное. Спасибо им, это о чем говорит, я им доверяю, они мне доверяют. Это классно. Но нужно уметь делегировать. Первое время эти все поздравлялки, эти какие-то рассылки, все старалась сама делать. Ну я же лучше всех сделаю. Ну я же сама это же сделаю лучше, пока я там объясню. Ну зато один раз лучше потратить время на то, чтобы объяснить и научить человека, чтобы потом 10 раз себе это время освободить. Понимаете? И бесполезная трата времени. Четвертый квадрат, который вообще нужно исключать. Третий, вот прям вот первый, третий их там вот максимально минимизировать, а четвертый нужно вообще исключать. Это вот пустая какая-то работа, никому не нужная. Уклонение от работы, то, в чем там, вот мне надо позвонить, а я сижу, то в носу поковырялась, ой, я ж книжку хотела почитать, ой, я ж ее сто лет уже собиралась, вот ох, точно, я ж книжку забыла заглянуть. То есть это те дела, которые вообще никому не нужны. Телесериалы какие-то там, просмотр ленты интернета бесцельно, без какой-либо цели, какие-то игрушки, какие-то выслушивания сплетен по телефону. Это все можно убирать. И кроме бизнесовых делов и личные дела, домашние, тоже нужно уметь делегировать. Семья – это семья. То есть кто сказал, что плохо, если ребенок вам поможет, да? Кто-то, ой, у меня, помню, мама всегда, что ты ребенка детства лишаешь? Вот сейчас сидит, подслушивает в соседней комнате. Что ты ребенка детства лишаешь? Зато я знаю, что сейчас совершенно спокойно, у меня ребенок может прибраться, я не буду за ним переделывать. Да, это, конечно, не одного дня работы. Делегировать нужно не только в бизнесе, в семье тоже можно делегировать. Где-то попросить мужа приготовить завтрак, да? Где-то там попросить их, чтобы они помогли вам. Делегирование. Делегирование. Уметь делегировать и доверять. Чтобы научиться делегировать, нужно научиться доверять людям. И если вы не доверяете людям, как это, это не ваши партнеры, если вы им не доверяете. Мы же не в детском саду. Мы же с вами не в детском саду, у нас с вами бизнес, и нужно помогать расти лидерам, помогать людям становиться лидерами. Если вы вдруг такой замечательный, в вас лидерские качества проснулись, вот они сразу же, не у всех так. У кого-то есть вот эта природная зажатость, кто-то боится, кто-то стесняется. Помогите людям. Помогите, а помогите чем? Передачей каких-то, грубо говоря, дел. Научите их поздравлять команду, научите их делать рассылку. И завтра, сегодня это тяжело займет много времени, завтра будет намного легче. Когда с какой-то задачей сталкиваетесь, всегда задавайте вопрос, да, к какому квадрату это относится. И принимаем решение, что нужно делать. Более детальный анализ нужен, задаем уточняющий вопрос. Когда это реально необходимо сделать? Грубо говоря, горит, не горит? Как это повлияет на ту деятельность, которая для меня сейчас первостепенно важна? Есть ли другие ресурсы и методы, позволяющие это сделать? То есть о чем, да? То есть делегировать, минимизировать и автоматизировать. Как это соотносится с другими моими приоритетами? Какое вот как растает? То есть когда первое время, конечно, это занимает много времени, да, потом эти мысли проносятся автоматически. И уже вот этот вот какой-то момент мы спокойно вставляем в календаре, в нужное место. А если это можно делегировать, если этого можно не делать, да, ну, блин, простите меня, но кроме вас никому не надо, чтобы там у вас были идеально чистые полы, которые вы 33 раза на день трете. Ну, трете один раз перед сном, ну, два утром и вечером. Один раз сами, второй раз попросили свою семью. Первый из законов планирования, это вспоминаем свою цель. То есть когда мы садимся за план, составление плана работы на неделю, мы не должны его составлять вот так, а в чем мне вообще нужно делать? Сначала вспоминаем, для чего вам это нужно делать. Порядок наводим в голове, на столе, в жизни. Планы на неделю, на день, то есть как составляются планы на неделю. Чаще всего есть какие-то глобальные моменты, там, сходить с ребенком в поликлинику, сходить на родительское собрание, самой сходить в больницу и так далее. Главные моменты, вот эти приоритеты расставили, понедельник раскидали, дальше идем план на день. Не обязательно составлять воскресенье детальный план на всю неделю. Ну, чаще всего это не совпадает. 15-30 минут в начале новой и конце предыдущей недели займет, чтобы выделить самые крупные и важные дела на неделю вперед. А уже детальное накануне вечером. Почему накануне вечером? Когда мы ложимся спать, наш мозг продолжает работать. То есть мы записали, что нужно сделать. Утром мы уже помним, что нам нужно делать. А не так, что так, а что я там собирался сделать завтра? Что я там вчера планировал себе? Запишите, запишите. И так же, как и цели, так же и планы нужно прописывать на бумаге. Учитесь говорить нет. При постановке цели подумайте, чем вы готовы пожертвовать ради ее достижения. Очень часто, да не часто, наверное, всегда, по большей части, я вам хочу сказать, меняется наше окружение. Когда мы растем, когда мы развиваемся, отсеиваются те люди, которые тратили бесполезно время, пустая болтная огня. Отсеиваются обиженные люди, которым вы всегда помогали, вы вдруг перестали помогать, свои приоритеты расставили, свой бизнес поставили во главу угла. Исключили там какие-то пьянки, гулянки и так далее и тому подобное. Отсеиваются люди, которые крадут наше время. И это нормально. Остаются те, кто действительно нас любит и готов нас поддержать в любом начинании. Порадоваться, когда тебе хорошо. Истинный друг, я не согласна с выражением, друг познается в беде. Истинный друг, это тот, кто познается в радости. На самом деле, кто готов искренне хорошо за тебя порадоваться. Помогать наши люди любят. Да, я понимаю, что не каждый идет на помощь, но все-таки лучшие друзья познаются именно, когда тебе хорошо, и когда кто-то готов за тебя порадоваться, а не позавидовать. О, ну ты же молодец, у тебя так вот получилось, я так не смогу. Не-не-не-не, я с тобой не пойду. То есть, понимаете, о чем я говорю. Второй закон планирования. Оставьте брезгливость, съешьте лягушку. Это о чем говорит? То есть, первые три действия с утра, это должны быть те, которые двигают тебя к твоей цели. И съешьте лягушку, это о чем? То есть, самое то, что меньше всего хочется делать, нужно делать в первую очередь. Почему? Потому что в течение дня мысли о том, что вам нужно вот это вот сделать, то, что вы не хотите категорически делать, они будут вас демотивировать. Третий закон планирования, это контроль и анализ каждый день. Ну, это, конечно, все в идеале, но к этому нужно стремиться. День прошел, посмотрите, все ли галочки проставлены. Если галочки не проставлены, почему вы это не сделали? Я не захотел, я не смог, форс-мажор или что-то, или какие-то действительно оправданные причины. Переносим это на следующий день, если какие-то были вот прям серьезные. В любом случае, то есть, то, что хотели сделать сегодня, но не сделали, переносим на завтра. И когда у вас будет очень много переносов, вы задумаетесь. Первое, правильно ли я составляю план? И второе, действительно ли я хочу того, достичь тех целей, которые я себе поставил. Умейте делегировать и делайте обязательно перерывы. То есть, не нужно нам вот этот вот ритм бешеной лошади, чтобы не стать той самой загнанной лошадью. Правило 45-15. Не загоняйте себя в свой день в режим нон-стоп. Оно, конечно, иногда хорошо, иногда бывает это подстегивать, но если это нечасто. 45-15. 45 минут делаете что-то важное и вот ставьте себе вот эти вот ограничения, если что-то очень не хочется делать. Так, я этим занимаюсь, вот эти 45 минут, полчаса, 45 минут. Все. То есть, я четко себе ограничила по времени, что вот я буду заниматься разбиранием вот этого шкафа, который я сто лет не хотела там разбирать, одежду, да. Я буду заниматься ровно полчаса. Через полчаса я все оставила и пошла заниматься другим делом. Отдохнула, попила чай, сменила род деятельности, да, и пошла дальше. Вот, правильно, плюсик выполнила, выполнила поставлю. И чем больше плюсиков, тем больше душа радуется. Как себя приучить к вот этим, к выполнению большого количества задач? Не перегружайте свой мозг сразу, иначе вы охренеете. Ваш мозг тоже. Это делается за, по-моему, не помню. 21 день вырабатывается привычка. Первый день, первые три дня, что мы делаем? Мы себе в план, в график ставим ровно те дела, которые мы знаем, что мы на 100% выполнили. Ставим туда все, там, прибраться, приготовить есть, там, то-то, то-то. То есть те дела, которые вы вот, ну, на 100% сделаете. Через два дня, на третий день вы начинаете туда добавлять какие-то новые, новые вещи, да. Не сложно же в один вебинар посмотреть день. Ну, вы 100% его поставите, посмотрите, если вы там не перегрузили себя другими задачами целенаправленно. И потихонечку, 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 то есть мы приучаем наш мозг к тому, что я молодец, я все могу выполнить, я все могу сделать. И потихоньку, потихоньку уже начинаем нагружать. Не перегружайте сразу. Вчера ни хрена, простите, не делали, а на завтра там 358 дел важных. Ну, так не будет, не получится. И когда выполняете одну задачу, концентрируйтесь именно на этой задаче. И ставьте себе вот этот, как он там называется, временной дедлайн, да. Полчаса я занимаюсь только этим делом, и ни на что не отвлекаюсь. Все, убрали в сторону телефон, если он не причастен к работе. Убрали все отвлекающие факторы, концентрируемся только на одном деле. И когда начинаем свое утро, вот для чего нужна эта карта желания. Вот она, мы проснулись и посмотрели, е-мое, я же очень хочу вот это, вот это. Все, и пошли там, начинайте утро правильно. Вот мне очень помогал в свое время, сейчас реже его смотрю, час силы с Тони Обинсом. Вот прямо, вы знаете, помогает, заряжает. Зарядочку какую-то, даже не зарядку, там просто двигаться, ходить нужно под него. Час силы с Тони Обинсом. Тони Обинс сейчас силы. Найдите в интернете, он в свободном доступе на ютубе есть. Классная вещь. Помогает, заряжает, мотивирует. Потом начинается это выполнение, то есть там три шага, да, и там в том числе благодарность. Очень важная вещь. Уметь благодарить за все, что нам дал этот день. За все, что нам дала эта жизнь. Потом уже это начинается на автомате, ты идешь там, вспоминаешь, что там эти слова. Не буду пересказывать, посмотрите сами, пожалуйста. Найдите время там буквально на 40-минутное видео, если не ошибаюсь. Начинайте утро правильно, и день пройдет хорошо. То есть если вдруг там, знаете, как бывает, споткнулся обо что-то, и все, и кажется, что весь день пошел на смарку. Ну, не совсем так, да, то есть это наше восприятие, когда мы начинаем акцентироваться, проснулись, ударились ногой об кровать, и начинаем акцентироваться именно на плохом. Блин, я ударился, и так далее, и тому подобное. Так, что-то я не вижу, у меня нет одного слайда. Я сейчас так вам на словах скажу, куда-то он у меня, видать, я его нечаянно удалила, что ли, при проверке. Итак, фотография рабочего дня. Кто-нибудь знает, что это такое? Никто не знает, что такое фотография рабочего дня. Ну-ка проверим, нет ли у меня на следующем слайде этой фотографии. Нет. Прежде чем фотография рабочего дня, что это такое? То есть, когда мы, каждый свой шаг, это вот, ну, да, это, наверное, знакомо только тем, кто на заводах работал, на крупных предприятиях, как бы, ничего плохого там нет, что вы не знаете, что такое. Вот, начиная, очень часто люди говорят, какая основная отмазка новичков? Две основных. Нет времени, нет денег. И новичков, и кандидатов. Ой, вроде как искал работу, и тут же оказывается, что нет времени, да, то есть, кто-то хотел зарегистрировать. Сразу же деньги получать. Вот прежде чем сказать, нет времени, или уже когда сказали, что нет времени, про это, это на фотографии рабочего дня, это анализ своего дня. Проснулись с утра, и записывайте все, что происходит в течение дня, с точностью до минуты. 7 часов я проснулась, в 7.15 я всползла с кровати. В 7.20, извините за подробности, сходила на горшок, просидела с телефоном, там лишние полчаса, хотя мне надо... Ребят, простите вот за мой французский, но вот, блин, ну не могу по-другому, не получилось по-другому. То есть, просидели там вместо 5 минут, которые реально требуются, полчаса с чем? С телефоном, да? Все действия записывайте, каждый свой шаг, каждое свое действие записывайте. Шаг, я имею в виду каждое действие, да, там, завтракаю там со стальки-то до стальки-то, с ребенком со стальки-то до стальки-то, собираемся с ребенком столько-то времени, в сад я его увожу столько-то времени, уроки. То есть каждое, каждое, каждое свое действие. Села телевизор посмотреть, запиши, сколько ты его времени смотришь на телевизор. Чем полезна, чем нужна эта фотография рабочего дня? Вы выявите вот эти вот крадущие ваше время моменты. Во-первых, это дисциплинирует, это вам сразу скажу, это дисциплинирует мозг. Хотя никто вас контролировать не будет, но вы подсознательно будете так, блин, мне же это записать надо. Ладно, я вот тут телевизор по-быстренькому одним глазом посмотрю, что там идет. Не буду сидеть, мультики с ребенком смотреть. Туда я тоже схожу быстренько, с соседкой я поболтаю всего 5 минут вместо традиционных 30. Это, во-первых, дисциплинирует, и вы увидите, сколько реально времени у вас есть свободного. То есть то, что идут пустые траты. Очень часто, ой, я кручусь, как белка в колесе, я ничего не успеваю. А вы проанализируете свой день. Вот честное слово, это очень дисциплинирует, очень помогает. Когда я села записывать свой рабочий день, рабочий день, да, то есть я как бы, мама в декрете была на тот момент. Ой, я же ничего не успеваю, что все время там с ребенком, что я, что нет, у меня ни на что времени. Я выла, очень много моментов паразитов. Там постояла, задумалась, тут постояла, посидела, тут поговорила по телефону. И вот это все время, у меня нет времени, да. Есть у всех, у каждого из нас 24 часа в сутки, хоть ты тресни. Ни у кого нет 25 или 26. Просто кто-то умеет в свое время рационально использовать, а кто-то просто-напросто не умеет. Кто-то говорит, у меня нет времени, потому что он не умеет собой управлять, не умеет расставлять приоритеты. Я как бы никого не ругаю ни в коем случае. Это нормально, мы все такие. Никто из нас не идеальный. Но нужно научиться, этому можно научиться. Научиться управлять собой, научиться, у вас появятся дополнительные три часа времени в сутки. Откуда они возьмутся, не знаю, но вы станете успевать гораздо больше. Когда есть план, когда минимизированы вот эти вот пожиратели времени в виде телевизора и всего прочего, составьте фотографию рабочего дня. Если вам кажется, что вам категорически не хватает ни на что времени, проанализируйте свой день. Сядьте и составьте эту гребаную фотографию рабочего дня. Что у вас происходит в течение дня? В нашем мире, в современном, то есть вот информационный шум отовсюду. Радио, телевизор, интернет, компьютер, телефон. Отовсюду вот этот информационный шум. Я открываю телефон, что мне первым делом вылазит, как вы думаете? У меня вылазят какие-то новости. Я их, зараза, никак не могу убрать, чтобы они у меня не вылазили. Все настройки перерыло. А там же цепляющие слова. Я сейчас как бы это вот убираю, пролистываю, но бывает момент, когда новость интересная, надо почитать. Минимизировать нужно этот информационный шум. Вместо того, чтобы слушать, допустим, радио в машине, где там новости, где там куча болтовни ненужной, на которой мы зачем-то акцентируем внимание. Слушайте либо приятную музыку, либо аудиокниги. Слушайте вебинары в это время. Не надо телефон в руках, естественно, держать. Есть крепежи в машинах, чтобы не держать эти телефоны в руках. Слушайте аудиокниги, закачайте себе на флешку. Сейчас машины практически у всех современных, где можно вставить флешку, слушать вот это вот, как вам там, USB-устройство, а не радио. Не подходите к телевизору, к новостям. Нафиг вам это надо. Пусть, как вам сказать. Может быть, для кого-то это прозвучит грубо, да. Но вот как можно не сочувствовать трагедии, которая произошла в Зимбабве, да. Ну, я очень извиняюсь. А вы чем-то можете помочь? Вы как-то можете исправить эту ситуацию? Что дает вам эта информация? Для чего она вам? Фильтруйте эту информацию. Она вас к цели, к вашей не приблизит. Если у вас в жизни все хорошо, все идеально, вы живете там, зимуете на островах и тратите столько, сколько вам нужно, ради бога, значит, вы все делаете правильно. Значит, вы когда-то сработали правильно. Если это не так, если у вас есть незакрыты какие-то потребности минимальные, значит, надо что-то менять. Значит, что-то надо менять и первое, нужно сесть за анализ. Что я смотрю? Что я слушаю? Почему люди ходят, вот очень много мрачных людей, вы там в маршрутках, везде? Потому что отовсюду на нас льется какая-то плохая информация. Там кто-то утопился, там самолет разбился, там вот в Африке там леса горят. Если вы можете помочь той Африке, если вы можете туда поехать и помочь этим детям голодающим, тогда это другой вопрос. А если нет, исключите эту информацию в своей жизни. Она вам только мешает. Она мешает ваших мыслях. Зачем она ваших мыслях? Она не двигает вас к цели. И когда поступает какая-то информация, старайтесь ее вот анализировать действительно. Касается ли это меня и моего круга жизни? Могу ли я исправить ситуацию? Сейчас очень много вопросов по борьбе, там вот, не по борьбе, а вот экологичность продуктов. Пожалуйста, это всем, то есть вот откажитесь от этих пластиковых пакетов. Здесь мы можем влиять на ситуацию. Мы можем не покупать эти пакеты в магазинах. Пакет не нужен, да? Вот видели в инстаграме вот этот пакет, пакет не нужен. Это мы можем сделать? Это не занимает много наших усилий. Значит, это можно и нужно делать. А если мы не можем повлиять на ситуацию, да, как бы трагедия вселенной, ну, мирового масштаба, ну, простите меня за грубость. Пусть он, кто хочет, думает, что там черство сухари и так далее. Но это никак на меня не влияет. Это не влияет на мою жизнь, это мне не поможет и не ухудшит ситуацию. Поэтому, да, я положенную минуту, как бы, естественно, во мне это откликается. Но я не буду это муссировать и со всеми обсуждать, там, вы знаете, там, то-то. А что? Я не знаю этой ситуации, меня там не было. И поэтому, извините за выражение, нехер ее обсуждать и муссировать. Принцип Паретта, знаете, да, 20% усилий приносит 80% результата. 20% усилий, направленных на улучшение качества нашей жизни. И, пожалуйста, вот эти 20% всего, это всего 20% из 100. Ограничьте свой мозг от дурного влияния, чтобы эти 20% усилий были качественными. И направляйте их максимально в одну точку. Бейте, как говорится, в одну точку и будет результат. То есть два основных момента при поступлении информации. Двигает ли меня это к цели? И находится эта информация в круге моего влияния или вне этого круга? Если вне круга, минуту погоревали, оставили эту информацию, не пережевывайте ее в голове. Поменьше новостей слушайте, потому что говорят там, если послушать постоянно новости, то можно слечь, до себя там руки сложить, все везде плохо. Вот один вывод из всех этих новостей. Не надо это нам мотлеть. И очень часто люди там, когда достигают каких-то результатов, да, там, ой, там Ане Черно повезло, потому что она начала вот тогда вот рано. А ничего, что за это время Аня тоже кучу новых званий открыла. Ой, там Лена Туганова ей повезло, у ней там вот она в Казахстане, а там лидеры другие немножко. А ничего, что Лена как бы проделала огромную работу. И кроме нее есть куча лидеров, которые не достигли результата. Из той же страны, из того же окружения. Ту же Аню взять. Она не была первой зарегистрированной, да, но она была первой, кто пошел в интернет. Сколько с ней людей начинало, сколько с ней людей осталось. То есть кто-то же тоже начинал, она же не одна все это начинала. Ну, вернее, начинала тогда одна, да, вот эту дорожку протаривать. Но к ней же люди присоединялись, у кого-то получилось, у кого-то нет. Поэтому не нужно считать, что людям повезло. Но люди проделали определенную работу. Никто не видит тех усилий, которые были приложены. Как говорят, если хочешь понять человека, одень его обувь, пройди его путь. И любые хорошие времена – это результат упорного труда в прошлом. То, что мы делаем сегодня, это залог наших завтрашних успехов. А если что-то сегодня не так, нужно понимать, что мы вчера что-то не так делали. Понятно? Тот, кто ставит перед собой цель и идет к успеху, тот его обязательно добьется. Не нужно быть унылой ФКшкой, нужно быть позитивной, как Аской. Можете себе отскринить, да, кому-то, может, это полезно будет, этот список использованной литературы. Я, когда запись буду выкладывать на YouTube, я к записи постараюсь прикрепить этот список. Информация, взятая из большого количества источников, переработана. Но это, опять же, я еще раз повторюсь, это мое восприятие. Если вы со мной не согласны, ну, ради Бога. Каждый имеет право на свое мнение. У меня все. Всем спасибо. Все свободны. У меня уже 10 часов вечера. Мне пора укладываться спать. Ложиться спать вовремя, кстати, тоже очень важно. Лучше встать в 6 утра, чем лечь в 2 часа ночи. Хороший сон – это тоже залог. Правильный сон, когда мы ложимся. То есть важно спать не 8 часов, а важно спать, грубо говоря, лечь. Чтобы хорошо проснуться завтра, нужно лечь спать сегодня, а не завтра. То есть до 11 желательно вообще ложиться спать. И самый продуктивный сон с 10 часов вечера до 2 часов ночи. А если вы ложитесь спать в 12 и просыпаетесь в 6, в час, 2, в 4 часа утра ложитесь спать и все равно спите те же 6 часов, обратите внимание, этот сон не так эффективен. Если я ложилась спать в 4 утра и просыпалась в 11, я была вся какая-то поломанная. А ложилась спать, встала ложиться спать в 10, в 11, я стала в 6 утра легко и хорошо просыпаться, и у меня хватало энергии больше на все действия. Да, Велна срулит, но спать тоже важно. Вы же не хотите, Анна Анатолиевна, в 45 выглядеть на 75. Спать тоже надо. Это очень важно для нашей кожи, для нашей кожи, для нашей рожи. Ну, стараться, пытаться. Все, всем спасибо, девчонки, отключаю запись. Спать некогда. Ну да, пока мы не на Мальдивах, спать некогда. Но я согласна, я об этом тоже утром говорила. Мне приятнее, например, вебинар смотреть вживую, потому что я понимаю, что человек со мной, вот он, вот сию секунду на связи. Это интереснее, чем в записи. В записи меньше вероятности, что я посмотрю. Так, ну.